Мы приветствуем вас на городском телеканале ЮТВ. О наиболее важных событиях Оренбуржья готовы рассказать наши корреспонденты и я, Михаил Карин. Вы смотрите новости. Вот о чем расскажем прямо сейчас. Оренбургская область готовится принять беженцев. Мнения жителей региона на этот счет разделились. 100 самых востребованных профессий и особоэкономическая зона. Вице-губернатор Игнат Петухов встретился со студентами движимости. Об этом и многом другом расскажем в этом выпуске. Кадровые назначения произошли на областном уровне власти. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов стал заместителем председателя правительства Оренбуржья. Он будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти. Официально об этом пока не сообщалось, но Катасонов подтвердил, свое назначение журналистом портала РИА-56. Он станет первым чиновником неединороссом в региональном правительстве, так как сообщил изданию, что остается членом ЛДПР. К исполнению обязанности новоиспеченный заместитель председателя приступит с 1 марта. Напомним, что до 2010 года Сергей Катасонов состоял в «Единой России», однако вышел из партии со скандалом и критикой бывших коллег. В 2019 году он планировал принять участие в губернаторских выборах, но отозвал свою кандидатуру по решению партии ЛДПР. А теперь о международных новостях. Обстановка в Донбассе за последние дни существенно обострилась. Украина и непризнанные республики ЛНР и ДНР обвиняют друг друга в сотнях обстрелов по населенным пунктам. Есть погибшие. ФСБ России заявило о разрушении погранпункта под Ростовом после попадания снаряда с Украины. Подробнее о ситуации в материале Александра Коцуна. Обострение вооруженного конфликта на Донбассе произошло 18 февраля. Возможно, это связано с тем, что 15 февраля Российская Госдума проголосовала за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Власти Украины и республик обвинили друг друга в обстрелах городов и поселков. С тех пор в населенные пункты ежедневно прилетали сотни снарядов. Противник подтянут практически все свои силы на линии разграничения, как ДНР и ЛНР. Поэтому все мужское население от 18 до 55 лет, согласно своего конституционного долга, должно прийти в военные комиссариаты, о чем мы и призываем. Взять в руки оружие и защитить нашу республику, защитить наших женщин, защитить наших детей, защитить наших стариков. С начала обострения конфликта власти ЛНР заявили о двух жертвах среди мирного населения, а в Украине сообщили о гибели двоих военнослужащих. В ФСБ России по Ростовской области заявили о взрыве двух снарядов недалеко от границы с Украиной, которая свою причастность к этому отрицает. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это может стать предвестником войны. Сосредотачивается армия Польши, Румынии, прибалтийских республиках наших бывших. Что это иное, чем подготовка к войне? Готовиться к войне можно не только участвуя и стреляя в ней, но и, извините меня, подзуживая. Также политолог Булат Кумантаев предположил, что присоединиться к стороне ЛНР и ДНР могут страны ОДКБ, в их числе и Россия, которая в конфликт пока не вмешивается. В Госдуме от партий «Единая Россия и Родина» уже прозвучали предложения поставлять в республики вооружение. Тем временем Россия и Белоруссия продлили военные учения с запусками крылатых и баллистических ракет на границе с Украиной. Евросоюз видит в этом угрозу вторжения. Лидеры и дипломаты некоторых стран обращались к Путину с призывами не начинать военные действия. Среди них, например, американский президент Джо Байден, заявлявший о том, что Владимир Путин подвел границу с Украиной 150 тысяч солдат с целью ее захвата. Российская интеллигенция призывает сохранять нейтралитет. Открытое письмо «Лишь бы не было войны» подписали правозащитник Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин и еще десятки деятелей культуры и науки. Отметим, что по последним данным ДНР вооруженные силы Украины прямо сейчас наступают на Донбасс. С начала эвакуации в Россию прибыли более 60 тысяч жителей Донбасса. В числе регионов согласившиеся принять беженцев и Оренбургская область. В областном центре уже организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Правда, не все оренбуржцы готовы ее оказывать. Многие раскритиковали власть за готовность тратить деньги на это направление в условиях бедности собственного населения. Тему продолжит Юлия Тюшевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Дети играют, экран рисуют. Так выглядит комната матери и ребенка в одном из пунктов временного размещения в Ростовской области. Пока родители решают вопросы с документами, с их детьми занимаются волонтеры. Местный общественник Виктор Троицкий признается, условия для размещения беженцев хоть и создавались оперативно, но жалоб от жителей ДНР и ЛНР пока не поступало. Набрали активистов, добровольцев, которые сейчас помогают, помогают составлять документы, переносить документы, копировать, встречать жителей, сопровожать жителей. Мы понимаем, и жители также понимают, города Ростова, на дно Ростовской области, что жителям ДНР и ЛНР пришлось бросить все свои вещи, бросить свои дома и уехать буквально там, собрав сумку вещей. И я считаю, что такая помощь просто необходима элементарно приобрести, как какие-то медикаменты, либо же какую-то временную одежду, которую мы сейчас не сможем гуманитарно собрать. Однако стоит отметить, что многие уже пожалели о приобретенном статусе беженца. В некоторых территориях люди жалуются на отсутствие элементарных спальных мест и питания. Их откровения опубликовали ряд федеральных СМИ. Исходя из этого, у переселенцев возникло ощущение, что в России их и не ждали. Однако многие регионы по-прежнему объявляют о готовности расположить беженцев у себя. Оренбургская область не стала исключением. Спустя несколько дней после поручения губернатора начать подготовку к приему жителей ДНР и ЛНР, информации о том, где их поселят и какие условия предоставят, от правительства нет никакой. 21 февраля о готовности разместить в общежитии 50 студентов-беженцев заявил только исполняющий обязанности ректора ОГУ. Также чиновники и депутаты обращаются к оренбургцам с призывами помочь беженцам. Люди предлагают просто, я могу принять семью у себя. То есть человек пишет, я живу один, я могу, чтобы со мной жила семья совершенно безвозмездно, я могу как бы помогать им, кормить, первое время там поить. Ну то есть как бы в таком ключе люди реально отзывчивые. Кто-то пишет, что могут принять детей, если, дай бог, кто-то даже остался там без родителей. Однако не все оренбургцы готовы помочь беженцам из Украины и одобряют выделение на это бюджетных денег. Многие считают, что большинство населения страны живет за чертой бедности. Многие считают, что большинство населения страны живет за чертой бедности. И самим бы не помешало получить хоть какую-то поддержку от государства. Еще бы нам тоже кто-нибудь материальную поддержку оказал. Мы же местные, нам денег не надо. Надо только украинкам, а нам не надо. Предоставить и квартиры, и все на свете. А наши дети едут в Сибирь зарабатывать деньги. Не предоставляют никаких услуг. Мне кажется, стоит помочь, потому что мы все люди, мы все живем в одном мире и нам нужно помогать друг другу. Не дай бог, как бы и наша страна может в такой ситуации оказаться. Ну, это, конечно, уж так. Ну, поэтому, не знаю. Я лично не против. Ну, как же. Они же должны как-то жить. Мы пообщались и с теми, кто находится на территории непризнанных ДНР и ЛНР и близлежащих к ним населенных пунктах. Люди отмечают, что в 2014 году ситуация была намного страшнее. Но уезжать многие не готовы. Я вам так скажу, нас никто не ждет ни на Украине, ни в России. Нигде. Мы не нужны. Бежать мы не будем никуда. Это уже точно. Выезжать не будем. Если уже какая-то будет страшная ситуация, у нас подготовлен подвал. Там хорошее бомбоубежище. Как бы спустимся, будем сидеть там. Ну, тоже там у людей квартиры и машины, и, не знаю, там у кого-то бизнес. И, ну, как бы куда ехать-то. Уезжают в основном дети с мамами, с бабушкой и так далее. То есть, ну, молодежь как бы. Ну, куда молодежь поедет? Молодежь уехала еще давно. Те, которые уехали. А остались те, которые там. Они никуда не поедут. На сегодняшний день известно, что границу России пересекли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Когда они смогут вернуться на родину, пока неизвестно. В ближайшее время беженцы прибудут и в Оренбургскую область. Юлия Тюшевская, София Севастьянова, Олег Берендеев, Андрей Булатов. Городской телеканал ЮТВ. Оренбургская область без проблем сможет принять беженцев из ДНР и ЛНР. 2014 год, когда жители Донбасса уже эвакуировали в наш регион, показал, что ресурсы для этого есть. Такой позицией поделился главный редактор интернет-портала Орен Медиа Игорь Комиссарчик. Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Встретите на улице переселенцы из Донбасса. Вы даже не поймете, что это он. Он говорит так же, как мы. Читал те же книги. О том же рассказывает, так же работает в каком-то там магазине или на заводе. Никакой разницы социальной нет. Такие же люди, просто приехавшие оттуда. То, что это раздувается, да, то, как много об этом говорят, это вызывает протесты. Но в реальности я вот не помню ни одного конфликта. Большинство людей понимает, там война. Ну нормально, что оттуда уезжают. Что поделать, это жизнь. Это братские республики. Это один и тот же народ. Поэтому, когда тревожная ситуация в другой семье, родственной, тут нет вопросов, выбирать, не выбирать. Надо. У нас есть и пионерлагеря, у нас есть и санатории. Регион 56-я Оренбургская область готов ровно в той степени, как другие регионы. Сейчас общая экономическая ситуация везде плохая. Поэтому, конечно же, нужно исходить, конечно, очень аккуратно. Но учитывая то, что у нас миграция идет очень серьезнейшим образом отток населения, может быть, это как-то сыграет свою роль. А вот насчет влияния на экономику региона мнения экспертов разошлись. По словам члена общественной палаты Оренбурга Сергея Сапилова, беженцы могут ускорить экономический рост региона, если исполнительная власть правильно распределит их по рабочим местам. Если мы говорим про работящую семью, которая пережила тяготы войны, которая не уехала до последнего, которая работала, которая себя сама обеспечивает, это вообще во благо Оренбургской области. Тогда это будут колоссальные вливания в Оренбургскую область. Можно и программы соответствующие придумать, и вытянуть средства, ресурсы от Федерации на постановку рабочих мест. Сельхозпредприятий. Если бы мы были шахтерским регионом, они бы сюда ехали. Да, если бы здесь были какие-то предприятия, схожие с тем, что есть в Донбассе, сюда бы ехали люди. Я сомневаюсь, что сюда поедут роботоспособные мужчины, они скорее останутся в Ростове. Мы говорим там о какой-то тысячной, может быть, доле процента от рынка труда. То есть это никак вообще в экономике не отразится. Это отражается исключительно на общественных настроениях. Об этом говорят намного больше, чем этого будет в реальности. Вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов призвал студентов участвовать в экономических проектах региона. На встрече со студентами он рассказывал об особой экономической зоне, в строительстве которой может поучаствовать и молодежь. На встрече вице-губернатора со студентами обсудили различные волнующие молодежь вопросы, в том числе и отток молодых людей в Москву и Питер. На призывы Игната Петухова участвовать в экономических проектах региона представители строя отряда сообщили о трудостях совмещения практики с работой на стройке и проблемах со вступлением в строя отряд иностранных студентов. У нас есть студенты из Казахстана. Они хотят вступать в студенческие отряды на Оренбурге и работать. Но с учетом того, что они из Казахстана, их трудно устроить куда-то. Мне вот нужно узнать, можно ли их в Оренбурге как-то устроить, чтобы они проходили целину или как-то вот, чтобы работали они. У нас в области работают много компаний иностранных, у нас много иностранных инвесторов, у них работают граждане со всего мира. То есть есть и итальянцы у нас в Саракташе, которые занимаются, ну, компанией Оренбиф вы прекрасно знаете. Поэтому если там нет ограничений с тем, что компания работает и работают иностранные граждане, то почему для молодежи должны быть какие-то ограничения с точки зрения строя отряда. Студентов также интересовала ситуация с дополнительным образованием в Оренбурге. По словам Игната Петухова, правительство работает в связке с предприятиями и планирует открыть 43 учебных мастерских, чтобы местные производства и организации получали для своей деятельности современных специалистов. Наша, на самом деле, основная цель, чтобы любой ученик, выпускник 9 класса, когда поступает в колледж, он уже поступая в колледж, понимал, сколько он будет на выходе зарабатывать. Ну, и четко понимал. Я буду зарабатывать 55 тысяч, если у меня будет вот этот, вот этот и вот этот сертификат. Или я буду зарабатывать 30, если у меня вот этого сертификата не будет. И точно так же с вузом. К сожалению, показатели эффективности у преподавателей, они вообще никак не зашиты на то, где вы будете работать. Студенты рассказали на встрече о желании создать отдельные женские стройотряды. На сегодняшний день в стройотрядах Оренбуржья в основном состоят молодые люди. По словам вице-губернатора, важно, чтобы кроме создания комфортных пространств для досуга, на рынке Оренбуржья появились новые современные компании и производства, где смогут работать парни и девушки. Тогда не будет большого оттока молодежи в Москву и Питер. Елена Кудаева, городской телеканал ЮТВ. На этом мы завершаем наш выпуск. Еще больше новостей смотрите на сайте utv.ru и в инстаграм-аккаунте utv.orin. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал ЮТВ Оренбург. В студии был Михаил Карин. До свидания.